Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это Клуб редакторов, программа, где руководители средств массовой информации обсуждают основные события и тенденции уходящей недели. Сегодня в нашем клубе собрались Владимир Перцов, телерадиокомпания «Мир», Павел Якубович, СБ «Беларусь сегодня», наш российский коллега Владимир Сунгоркин, генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда» и Леонид Фридкин, экономическая газета. Я приветствую вас, коллеги, давайте начнем наше заседание. Ну, вначале скажу, что на днях в адрес Белтелерадиокомпании на мое имя пришло письмо. Я должен про это сказать, потому что оно было широко разрекламировано, это письмо, еще неделю. Назад в средствах массовой информации, в основном в интернете. Ну, его подписали руководители ряда негосударственных СМИ. Собственно, вот это письмо. Ну, хотели прийти в клуб, чтобы высказаться. Сначала мы пригласили, конечно, руководителя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, как концентрированного выразителя мнения части нашего журналистского сообщества. Ну, он не пришел, сказал, что в командировке предложил пригласить его замов. Мы пригласили и Светлану Калинкину из народной воли, и Александра Старикевича. Но они тоже не пришли, сослались на занятость. Ну, говорят, что отзвонилась Марина Золотова буквально час назад, выразила желание. Я думаю, что с большим удовольствием пригласим на следующую программу, если у нее не изменится решение. Ну, я хочу добавить немножко. Дело в том, что я был один из инициаторов, приглашая в эфире, потому что я и сию минуту считаю, что это нужно. Это же, в конце концов, не ринг и не забеги там на 150 метров. Это дискуссионное поле, которое очень нужно сегодня для журналистского корпуса Белоруссии. И жаль, что то ли испугались, то ли вообще... Ну, что правда заняты, я не знаю. Да, но ведь смысл какой просить, официальное письмо направить, а потом ссылаться на что-то непонятно. Тем более, что, честно говоря, для меня, уважаемые коллеги, и... Ну, интересно, что они думают. Да, жаль, потому что мне всегда хотелось бы обсудить, ну, вот то, что называется, актуальные проблемы нашей журналистской корпорации. И поэтому, ну, немножко... Мне это непонятно вообще, что это за такой фортель. Ну, что это не сохраняется? Может быть, будет возможность услышать это мнение? Ну... Вот я на это надеюсь. Поменяли решение, ну, мало ли, попросились потом, отменяли решение. Так бывает. Все в жизни бывает. Ладно. Впрочем, мы не... А может, почувствовали... Что? ...что с тобой выдающимся дуэлянтом... Да нет, тут не о дуэли же идет речь. Речь идет о том, что мы действительно, мы должны все вместе думать о стране. И вырабатывать некую единую точку зрения. Тем более, мне хотелось бы, о чем мы раньше говорили, в программе не резюмировать, а обменяться мнениями. А наши телезрители пусть сами принимают свое решение по тому или другому вопросу. Ну, это же... Ситуация непростая у нас давно уже, наверное, с 10 века непростая ситуация на нашей территории. Поэтому всегда есть о чем говорить. Ну, дискуссионный клуб, это, по-моему, очень важно. Потому что, Владимир Николаевич, недавно у нас был российский писатель, член Союза российского писателя. И он говорит, что, когда мы сказали ему, на прошлой неделе, это было, что вот есть письмо, есть обращение, мы с удовольствием ждем наших коллег из негосударственных средств массовой информации. Он говорит, ну, я завидую вам. В Москве я не представляю, как можно посадить Сунгоркина и Гусева. Да они никогда не придут вместе, а у вас такая толерантность хорошая. Да, мы с Павлом Гусевым, которого упомянули, главным редактором московской консультации, такое ощущение, что раз в неделю где-то за одним столом находимся и с удовольствием, так сказать, общаемся. Меня, как московского гостя, растрогала другая вещь. Очень редко в наше время приходится главные редактора СМИ переписываются с помощью конвертов, хрестоматийной почты. У нас все патриархально. Да, так слушайте, патриархально. Я хочу поздравить всех белорусских зрителей, что у вас прекрасно работает почта в сравнении с Россией, потому что это письмо прошло за день. Если бы мы его в Москве отправили, в Останкино, из моей редакции, оно бы шло дней десять. Я вас уверяю в этом. Москва большая. Да, но я хочу поздравить, я так с огромным изумлением, вот оно из одного адреса пошло в другое, два штампа, оно двенадцатого ушло и двенадцатого пришло. Фантастика. Так вот она какая цивилизация. Фантастика, да. Нет, редакторский подход из факта письма вытащить всю тему. Это же, это означает, что важнейший институт белоруссии. Коллеги, все, давайте начнем с заселением. Мы открыты для разговора, чтобы не оставалось никаких. Хорошо, коллеги, давайте так. У нас на самом деле произошло очень много значительных событий, по-настоящему важных. Давайте посмотрим на картину недели глазами агентства телевизионных новостей. Президент отправил на доработку правительственную программу реформ. Евросоюз отменил санкции против Беларуси. В проект военной доктрины внесли положение о цветных революциях и гибридной войне. Два года после второго Майдана в Украине правящая коалиция распалась. Найдены документы, подтверждающие, что Лех Валенца был осведомителем спецслужб. США анонсировали первый за 90 лет визит американского президента на Кубу. В Раубичах прошел этап Кубка мира по фристайлу. С 1 марта сантехники будут проходить обязательный тест на алкоголь перед работой. Я прошу прощения, меня вот зацепила этот болик, лауреат Нобелевской премии Валенца, солидарность и так далее. А в чем, собственно говоря, вот как бы, как это воспринимать, плохо-то или хорошо? Он был осведомителем своих же родных польских спецслужб. Он же не израильских, не новозеландских. Но он этих критиковал, причем нещадно. Он был, внешне он был врагом спецслужб. Внешне, но он будто не патриот. А вот знаете что, пройдись скребком по патриоту и в нем предателя найдешь. Это еще, по-моему, Рылеев говорил в 17-м году. А я думал, ты из вашей книги нашел, Леша. Я не слышал такого. Поэтому тут всякое бывает. Все-таки давайте поговорим о значительном событии, о котором не так много говорят. А если говорят, то как-то, в общем, ну как само собой разумеющееся воспринимают. Либо как некий там чуть ли не проигрыш. Итак, отмена санкций. Вот ЕС отменил санкции против Беларуси. Вот что сказала Федерико Магерини. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности. В решении о снятии санкций с Беларуси нет геополитических причин. Так уж и нет. Неужели исключительно альтруизм? Ты меня спрашиваешь. Нет, ну, я не знаю, какие вот есть миссии. Наверное, среди нас нет представителя Магерини и вообще каких-то европейских структур. Но мне кажется, что и вот то, о чем она сказала, это тоже имеет место быть. Я имею в виду Магерини. Да, ведь начиная с чемпионата мира по хоккею, который прошел в нашей стране, и заканчивая последним, самым громким мировым событием, которое связано с Минском, это подписание встречи Нормандской четверки и подписание договоренностей в Минске, Минск и Беларусь стали звучать достаточно часто в Европе и в мире вообще. И на Минск стали там смотреть, в том числе и наши коллеги-журналисты, совершенно другими глазами. И тексты, и обороты, и удивление их, и открытие для себя, и Беларусь, и Минска стали все больше и больше проникать в сознание простых европейцев. Мне кажется, что это было не последним козырем в отмене вот этих самых пресловутых санкций. К тому же эти санкции ни к чему не привели. По сути, они были контрпродуктивны. Мы изначально об этом говорили. Как-то задушить, задавить, ну, видите, не получилось. Поэтому, мне кажется, в этом есть разумное решение. Можем его только приветствовать со стороны европейских структур. На одну и ту же вещь, на факт снятия санкций, смотрят как на разумную почти все в мире, в том числе и российская сторона, и белорусская сторона, и Евросоюз, как на неразумную, неразумное явление смотрят только яркие представители, некоторые одиозные нашей оппозиции. Мы приводим... Потому что имел удовольствие сам ни с того ни сего там оказаться, что, конечно, было диковинным по сути столько разговоров со стороны Европы о том, чтобы святое правило перемещения через границы ни кем не запрещалось, и вдруг санкции. Дитя было мертворожденное изначально. Слава Богу, подтвердилось известное наблюдение, что все санкции начинаются, так и заканчиваются, и мало чего приносят. Но дело не в этом. Мне кажется, что нужно говорить о том, что страница эта такая глуповатая, перечалкнутая, и есть новая страница, вот по которой следует идти. И я сейчас с некоторым интересом наблюдаю, как эта санкционная коллизия решится по линии Москва и столицы стран ЕС. Чем там вообще закончится? Потому что изначально и Россия терпит определенные и убытки, и моральные, и материальные, и так далее, но и страны Западной Европы тоже не в восторге от этого. Поэтому чем там закончится? Не, но дело в том, что Россия, ну, наверное, к вам сейчас, Владимир Николаевич, обращу свой вопрос. Ну, известно, что санкции против Российской Федерации были поводом и для юмора, и для серьезных рассуждений, и для каких-то ответных шагов тоже санкций. И для инфляции. И для инфляции. И в том числе стимулировали развитие собственного производства, в том числе сельского хозяйства. Ну и вот в Беларуси отменили санкции. Вот как россияне рядовые отнеслись к отмене санкций для друзей? А вот тут я с Леней согласен больше. Вряд ли в России вообще кто-то знал, потому что, когда на каких-то журналистских встречах, какие санкции, а что? У вас журналисты в санкциях? Да не может быть. Вот потом, когда оказались сами, то поняли, что все может быть. Ну, первое, безусловно, геополитика тут есть, потому что все, что связано с Беларусью, это всегда геополитика. Потому что Беларусь находится в таком солнечном сплетении, да? С этой стороны Россия и с этой стороны НАТО. С севера достаточно крикливые, шумливые, значит, Балтийские республики. С юга Украина с ее, так сказать, процессами. Поэтому Беларусь вот тут в самой середке, кстати, довольно спокойная. Знаете, как можно сказать, око тайфуна бывает такое понятие. Кругом тайфун в Беларуси в центре. Поэтому, безусловно, геополитика в этом решении есть. Что касается... Ну, я имею в виду, в чем геополитика? Что Запад будет... Ощущение политизированных россиян. Запад будет сейчас с Беларусью, наверное, играть в какую-то игру. Тепо давайте теснее. И тем самым вызывать некое раздражение России. Ну, я думаю, вы суверенное государство, суверенное, и вы этим воспользуетесь в интересах белорусского народа. Что в конечном итоге скажется и на тех самых квитанциях за квартплату, за... Уже сказалось. Да. В обратную сторону. Тут процесс инерционный. А что касается санкций и России, вы знаете, у нас огромное сейчас возникло такое лобби из разных отраслей. И местных производителей, которые, наоборот, готовы молиться и свечку ставить, чтобы санкции продолжались. Это, прежде всего, сельское хозяйство, которое сейчас точно на подъеме. Все отрасли сельского хозяйства сейчас на подъеме, потому что огромное количество продуктов перестало приходить. И из-за, значит, обесценения, падения национальной валюты стало очень выгодным производить то, что у нас лет 20 не производили. Этот феномен сейчас существует. И все больше отраслевиков говорят, слушайте, пусть эти санкции будут подольше. Мы проверим. На автовазе тоже так считают? А? На автовазе тоже так считают? На автовазе там такая тоже диалектичная вещь. Они запустили сейчас несколько новых марок, в том числе, значит, внедорожник новый. Да, там есть проблемы импортных комплектующих, но в целом, давайте, простая вещь про автоваз. В итоге, сегодня машина стоит, может стоить 6 тысяч долларов США. Все-таки труд, энергетика и целый ряд комплектующих производится в России. Да, на автовазе в целом больше выигрывают от санкции, чем выигрывают. Но тут есть еще, что мы можем, белорусы, потерять часть рынка в России. Тоже обратная сторона и для нас, на теме сельского хозяйства. Но мы его уже потеряли. Результаты внешнеторговой деятельности показывают, что потеряли мы очень много. Да. Четверть экспорта, это больно. Вот ощущаете ли вы, ну, Владимир Николаевич, к вам вопрос. На российской территории, читая нашу, ну, вы же все равно существуете в медийном пространстве, оно у нас, как принято говорить, единое, да. Но мы и союзные вечи издаем. Да, да. Что-то у вас, существует ли некая боязнь потерять Беларусь? Ну, ее... Или какие-то неприятные ощущения? Ее очень не хочется терять, как союзник. Наши коллеги вам. Нет, каких-то беспокойств больших не доставлять, к счастью. Хотя тут надо постучать по дереву, там, плюнуть через левое плечо. Не знаю, ведь, вот, кстати, и про Украину, если так же говорить. Ну, вот, если взять любой российский город, здесь живут русские, здесь украинцы, здесь белорусы, все работают в одной организации. У нас нет ощущения, что это разные народы. Вот, там, я знаю, в Беларуси есть целые националистические, там, какие-то группировки, которые что-то доказывают, там, русские и славяне. А у вас нет таких группировок? У нас есть, но это абсолютно маргинальное, абсолютно маргинальное. Ну, вы, я даже не могу представить, чтобы были какие-то разборки, ты белорус, вот, мой первый зам белорус, Коля Ефимович, я ему скажу, ты белорус, значит, надо на тебя смотреть. Пришчурма, а у меня полуредакция украинцы. Слушайте, ну, это такой абсурдный какой-то сценарий. Кстати, каждую среду мы на утренних планерках обсуждаем, что выйдет в Союзном Вече. Это продукт Кавсимульский, правда. Да, я сейчас тоже хочу процитировать у вас в Союзном Вече. Александр Суриков, посол России в Беларуси, у него берут интервью. Для меня было бы большим откровением в 2010 году, когда наши надзорные службы, российские и белорусские, вынесли проблему качества молочной продукции на политический уровень. Что творилось? Это же, в общем, неправильно. Почему такие ситуации возникают, спрашивает у него журналист, а он отвечает. А потому что чиновники одной и другой страны, вместо того, чтобы разрулить проблему, стараются перенести решение этого вопроса вверха. Вот всю ответственность взвалить наверх. Это типичная, отличительная черта почти всего чиновничества. Ну, я не имею в виду, есть чиновник, высокое слово, чиновник. О хорошем чиновнике мечтает любое государство. Но оно становится нарицательным часто. Вот чиновник, чиновник. Из разных побуждений российский и белорусский чиновник пытаются все проблемы свалить наверх. Вот почему так происходит? Ну, это очевидная логика. Но я бы в данном случае, когда они пытаются свалить наверх такую больную тему качества продукции и так далее, ясно, что в данном случае речь идет просто о конкуренции за рынок, о конкуренции за деньги потребителей, о конкуренции двух товаропроизводителей. Это и внутри России происходит. Это страшное какое-то признание. Получается, что выводы надзорного ведомства, они носят исключительно заказной характер. Почему заказной? Вы так сказали. Почему заказной? Вы сказали, что это идет конкуренция. Да. Значит, вопрос того, что действительно, каково действительно качество этой продукции, даже не обсуждается. Да нет. Это или конкуренция, или пусть наверху решат. Но мы же вроде взрослые люди, мы понимаем, что во всем есть некое несовершенство, тем более в продуктах питания. Всегда можно найти отклонение на 2% и либо закрыть глаза, либо раздувать это дело. То есть, это 2%. Есть допустимые нормы, есть недопустимые нормы. Нет, нет, нет. Есть еще счетчики, есть еще измерительные приборы, есть норма 1957 года. А есть еще в Подмосковье ЦХ, которые производят контрафакт, под маркой сделано в Беларуси, в том числе сосиски брестские, которых на момент проверки и изъятия этой партии в магазине, брестский комбинат почти год уже не производил и упаковку такую не заказывал. Возможно. Потому что нашим органам уже, в том числе и предприятиям, производящим, приходилось оправдываться. Оправдываться в пиаре, как вы знаете, это уже дело последнее. И это уже второе мнение, как говорится, осадочек уже остался. Вот, наверное, одна из причин, когда вот такие споры возникают. И почему они выходят на такой высокий уровень, хотя их можно было погасить где-то там. Что-то исправить, устранить, ведь это не проблема в целом. У нас хорошие молочные продукты и продукты питания хорошие в целом. А вот какие-то такие вот возникают, раздувают и потом кладут на стол руководителям, как какой-то такой предмет межгосударственного раздора. Я хочу сейчас поговорить о том событии, которое произошло тоже на этой неделе, совещание по реформам на уровне президента нашей страны. Цитата Александра Лукашенко. Никакого кризиса у нас нет, кризис у нас в голове. Попытка свалить все наверх, ждать руководящую, направляющую, безинициативно жаловаться на жизнь. Очень много бизнесменов в Беларуси, которые достигли серьезных высот, серьезных успехов в своем бизнесе, без особых привилегий, без особых на то доброй воли специально сверху или каких-то лоббирований. В основном ноют те, у которых что-то не случилось. Приведу пример. Я прочитал с удовольствием статью блогера Малиновского, который хотел как-то заказать грузовичок вечером, чтобы перевезти какой-то шкаф. И он там приводит, говорит, я просто удивился. Я звоню, там огромный список, вот этих самых, кто оказывает услуги перевозки, значит, там мебели и всего прочего. Обзвонил всех, все не хотят. Всем это дешево, все говорят, да мы уже отдыхаем, уже вечер, давайте там завтра, послезавтра. И так и не нашел. То есть, что в кризис так себя будут вести люди, которые хотят заработать, что происходит? И с другой стороны, кто-то выходит и говорит, что плохо живется. Геннадий, я вот несколько дифферентно отнесся к обмену мнениями горячими по поводу молока и всяких торговых войн. Это совсем не актуально сегодня. Сегодня актуально то, о чем Леонид сказал, это жировки, ЖКХ, зарплаты и так далее. И здесь, конечно, есть о чем поговорить и так далее. Мы неоднократно говорили о том, что лоббизм, существующий в Республике Беларусь, существующий. И я от своих слов не отказываюсь, потому что сейчас уже не время аргументы приводить, которые приводились. Но искусственное задирание цен, конечно же, заслуживает вопроса, почему. Я получил ответ. И получил ответ на весьма серьезный уровень совещания и от самого президента. Он сказал, что действительно, мы же не можем, чтобы та или иная сфера или организация конкретная работали в убыток. Это все понятно. Но вместе с тем нельзя же, как президент сказал, снимать шкуру с людей. И поэтому, что-то, так сказать, мы голову в песок будем прятать и говорить, что ничего не происходит. Происходит. Я бы хотел получить ответ от ведомств. От ведомств. От разного рода руководителей. Что это вообще? У нас нет ответа. Но поставить вопрос мы можем? Если им поставить вопрос, они дадут вам мотивированный ответ. И даже калькуляцию приложат. Который сам черт на высоте. Единственное, что я могу сказать, что, смотри, существует определенная логика в человеческом поведении. Мы уважаем дорогие вещи. Те вещи, которые нам даются даром, мы не уважаем. По количеству вывезенных продуктов на помойки, наверное, белорусские города ничуть не отстают от московских и от других. Почему не съедается весь купленный хлеб? Почему не съедаются другие? Почему портится это? Раз. Второе. Почему не экономится вода? Хотя все говорят, экономьте воду. Почему электроэнергия не экономится? А вот она подорожала. Может быть, как-то изменится отношение к этим ценностям? Ну, это один из моментов. Да, здесь такой нюанс есть, конечно. Действительно, как шутили в дни нашей относительной молодости, эрегономика должна быть эрегономной. Но экономия это очень важно. И вообще нужно жить по средствам и протягивать ноги по одежке. И нельзя забывать, конечно же, что денег, так сказать, там не очень много якобы, но на миллиард в прошлом, в 15-м году ввезли предметы в роскоши, типа автомобилей, так сказать. Все это есть. Но я жду, когда наш аппарат государственный ответит, мне-то ладно, президенту, почему нельзя допустить того, что у населения снимается шура. А государственный аппарат смотрит на президента и сам ничего не собирается отвечать. Они все возлагают и успехи, и неудачи. Все наверх, все наверх. А сами сидят. Вот ты же спросил, что почему там некие тайные силы, так сказать, вот, перелагают ответственность за колбасу, за то, за все, наверх. Но эта колбаса, это не самое главное, о чем мы накануне говорили. А вот сейчас неужели помолчат наши руководители из госаппарата? Вот на эти, на требования президента подумать о людях. Слово президента, прежде всего, человек, а не статистика, не аргументация, прежде всего, человек. А человеку сейчас нелегко, и во многом из-за искусственных, так сказать, деяний. Так, хорошо. Человеку сейчас нелегко. Вы как-то говорите вообще о человеке каком-то, ну вот, усредненном, таком, ну, скажем, низкоорганизованном. Лишающим возможности где-то зарабатывать, подрабатывать, как-то крутиться в этой жизни. А вот здесь всем присутствующим легко? У вас что, благоденствие в газете? У вас, что лишние бюджеты? У вас, у вас, у меня. Да, бюджеты сокращаются. Всем тяжело. И вдруг, вот, всем тяжело, наверху тяжело, всем заводам тяжело, фабрикам тяжело. Всем, а вдруг, вот, населению всем легко, да? Что такое, возможно разве? Невозможно, и... Так не надо заигрывать, надо просто правду говорить, и все. Ну, в чем вы правы, надо объяснять, что происходит и почему это. Ну, ты меня читал, но я кротко молчать не буду. Я все-таки считаю, что прав президент, который говорит о том, что не срывайте с населения шкуру. Давайте вернемся к одному еще из событий, которое было в прошлый понедельник, да. ЭПшники предложили провести, значит, там, ну, собрались на площади. К ним присоединились оппозиционные лидеры, попытались из этого экономического, значит, собрания сделать политическое. Но, значит, эти трудовые люди отвернулись от политических предложений, от лозунгов и разошлись. Ну, понятно почему. Они не хотят пачкаться в политику, тем более, они очень доверяют тем особам, которые пришли к ним покричать и решить свои проблемы. А никак не проблемы этих самых ЭПшников. Теперь индивидуальные предприниматели обратились, значит, к властям с просьбой оставить 222-й этот указ, естественно, да. Но объявить амнистию на те товары, которые уже завезены. Что было до этого уже. Уже однажды это было, и президентам было принято решение, хорошо, продавайте то, что есть. И сейчас опять. Прошу прокомментировать, наверное, Леонид Вассе. Ну, если они получат отказ на свой призыв, это будет вполне закономерно. Поскольку они не могут продемонстрировать ни массовость, ни единство, ни какие-то весомые аргументы в пользу своих предложений, то вполне будет ожидаемо, если это предложение будет проигнорено. Дело в том, что сама по себе идея, что вот мы тут сейчас введем сертификацию и документирование товаров, и таким образом перекроем импорт или сделаем торговлю цивилизованной, оно, мягко выражаясь, несколько несвоевременно. На сегодняшний день, вот вы тут так трогательно рассказали о том, как тяжело народу живется, значит, ему сейчас только не хватает вышибить с рынка целую приличную такую часть дешевых товаров народного потребления, плохих, хороших, но, по крайней мере, доступных. Но поскольку та часть населения, которая пользуется услугами этих предпринимателей, наблюдает с Галеркина за развитием событий, а большая часть самих предпринимателей тоже предпочитает наблюдать за этим развитием событий с балкона, значит, будет вполне логично, что те, кто сидит в ложе, примут решение, наложат резолюцию отказать, и пойдут эти предприниматели ровненько. Дело в том, что, скорее всего, так и будет, потому что 90% примерно предпринимателей уже работают. Тут это далеко не 90%, это не надо выдавать желаемое за действительность. В принципе, в Минске 95% торговых точек ИП открыты и работают. Если можно, я закончу еще несколько аспектов этой проблемы. Ведь многие предприниматели, плохие или хорошие товары к этому вопросу, пошли их сертифицировать. Были разъяснения в прессе, была пресс-конференция большая, где были названы многочисленные пункты, где можно провести сертификацию. И эти товары попали в лабораторию. И оказалось, что не только одежда, но и посуда, на которую при нагревании выделяют такие химические вещества, вызывающие там все, что угодно, попадали к людям, люди пользовались, потом не понимали, откуда онкозаболевания, аллергии, астмы, дерматиты и все остальное. Что могло бы принести... Ты забываешь, по-моему, вообще перед сном всех. Это одна из частей... Ну, хотя у этой проблемы есть еще одна сторона. Ведь мы пошли на такое законодательство, и первые среди стран таможенного союза исполнили. То есть неоднократно откладывали, но тем не менее Беларусь, как достаточно цивилизованная страна, ввела у себя вот эту обязательную сертификацию. А наши коллеги-соседи и Казахстан, и Россия пока этот вопрос отложили. И на фоне вот всего происходящего у предпринимателей, у наших граждан возникает вполне себе обоснованная обида. Почему у соседей вот так, а у нас по-другому? Потому что вот к вопросу об инициативе, которая всегда наказуема. Побежали впереди паровозы, и теперь пыхтим. У нас очень мало времени. Есть еще одна важная тема, которую мне хотелось бы хотя бы так чуть-чуть тронуть. Принята военная доктрина. На рассмотрении парламента уже находится проект новой военной доктрины. Ну, основа осталась прежней, доктрина оборонительная. Но в доктрине есть два принципиально новых момента. О гибридной войне и о цветных революциях. Короткий вопрос. Цветные революции совершались в течение 15 примерно лет. Почему в доктрину прописали это только сейчас? Вообще-то цветные революции совершались лет этак тысяч три. И ничего. Я его веду в новейшей истории, когда технологии уже отточены и прозрачны, и видны. С моей точки зрения, это тот случай, когда соответствующие аналитические, планирующие органы и службы, и Министерство обороны, как главное в этом, очень своевременно подошли к осмыслению действительности с военно-политической точки зрения. Потому что жизнь показала, что последние войны 90-х и 90-х, и тем более 2000-х годов, не ведутся в основном танковыми массивными ударами, прорывом пехотных сил и так далее. А речь идет о войсках мобильных, о зеленых человечках, о технологиях и о гибридной войне. Гибридная война, это слово становится уже таким термином немножко как бы и пошловатым, и затасканным. Но на самом деле это ситуация, при которой может появиться несколько мужчин в деревне и признать эту деревню отдельным государством, княжеством. И свое внимание, так сказать, свое влияние разделить и прочее. Поэтому сегодня люди, обладающие таким современным военно-политическим и стратегическим чутьем, понимают, что нужны и традиционные средства обороны, сдерживания, авиация, бронетанковые войска, ПВО и так далее. Но нужны, в основе сегодня, очень своевременной основе, это силы мобильные и территориальной обороны. Отталкиваясь от вас, цитату из Народной газеты хочу привести, что такое гибридная война, это Александр Межуев высказывается. Акцент в них смещается на информационное противоборство, и это требует эффективное использование современных информационных технологий. То есть это наша редакторская тема. Грубо говоря, можно ли средства массовой информации в связи с этим считать силовыми структурами? И в штыку приравнять первое. С силовыми структурами не следует, но то, что это оружие массового поражения в определенных случаях, да, безусловно. Ну это было и до новой доктрины, информационная безопасность одна из сфер национальной безопасности, наряду с гуманитарной, военной и так далее. Ну сегодня это современный такой акцент. Я очень в той степени, в которой я знаком с основами военной доктрины, кстати, мы собираемся в дискуссию на страницах газеты во время прохождения в парламенте, ну пытаемся как бы довести до общественности дискуссионные иные моменты. Но то, что мне удалось узнать, мне кажется, это очень современно. К сожалению, время нашего заседания подходит к концу. Я думал, пришли матросы с Авроры. Дело в том, что... Выгнали с кресла, могли маршировать территориальную оборону. Тема Отечества и его защиты мелькнула в наших рассуждениях тоже, в том числе. И тут как раз разрешите вас поздравить с Днем Защитника Отечества и вас, уважаемые телезрители. С праздником! Встретимся через неделю и обсудим те события, которые произойдут в течение наступившей новой недели. Субтитры создавал DimaTorzok